Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabond Games и мы с вами продолжаем играть в FIFA 15, а точнее в Ultimate Team. И смотрите, смотрите, смотрите! У нас редкий золотой набор в подарок. Рождественско-новогодние подарки от EA. Уникальные золотые предметы в одном наборе. Включают 12 предметов, игроки и расходуемые предметы. Минимум 12 золотых, все редкие. То есть, понимаете, мы сейчас получим 12 редких предметов от компании EA к Рождеству католическому. Но у нас уже ближе к Новому году. Вот так вот, давайте открывать, давайте надеяться на то, что нам что-нибудь хорошее достанется. Напомню, что это просто за счет того, что я хороший такой диск на 200 рублей. О-хо-хо, матьё! У-хо-хо, нормально! Это хорошо, это классно! Французский защитник Ромао, это так себе кука. Я понять не имею, кто такой кука. Ну, матьё, это нормально. Центральные защитники особенно мне сейчас нужны, тем более с таким неплохим рейтингом. Так, золотые контракты, контракты. Физическая форма, тренировка состава золотой, лечение. Все травмы, это тоже нормально. Еще раз все травмы. Так, модификатор позиции. Вот это я не знаю, что это такое. Подскажите, если вы знаете, в комментариях напишите ЛФЗ переводится на ЛЗ. Левый защитник имеется в виду. Ладно, разберусь потом. И теперь модификатор позиции ЛФА на ЛП. ЛФА на левого полузащитника. То есть, меняется как бы. Так, и эмблема Чешской Республики нам достается. Не знаю, каким образом эмблема Чешской Республики относится к золотым предметам. Ну, да. Пару футболистов, естественно, они ничего не стоят. Как сравнить-то цены? Наверное, никак. А, вот так вот, да? Т-т-т-т-т-т, быстрая продажа. А как смотреть-то? Отправить технический состав, быстро сохранить все... Давайте попробуем переключать. Нет, не то. Это наши другие игроки. Не знаю я, как сразу-то сравнить цены. Ладно, короче, мы их в любом случае все в клуб отправляем. Всех отправляем в клуб. У нас неплохой защитничек. Ну, понятно, что это не самая бомба. Я просто увидел сначала значок Барселоны и подумал, ну вот сейчас тут как начнется у нас все. А тут на самом деле матье. Ну, ладно, матье тоже нормально. Давайте теперь с составчиком разберемся, что у нас тут по защите. Мы, помните, в последнем матче в три защитника аж играли. Ну, теперь, учитывая, что у нас есть Яга Мото, учитывая, что у нас вот этот парнишка с Тоттенхэма, мы теперь можем еще раз схему изменить. Давайте посмотрим, что у нас с физическим состоянием команды. Ну, так, почти все зелененькие, кроме Асамоа. Ну, я думаю, мы сейчас что-нибудь придумаем. У нас плюс еще на замене Джавинка, который вполне сейчас может выйти уже, я думаю, на поле. Хотя нет, Джавинка, кстати, подуставший еще пока. Ну, да ладно, пускай. Сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Давайте сначала игровую тактику сменим. У нас тут два классных центральных защитника. Нам надо... Нет, не так. Вот так можно. Но зато тогда Пирла с Дероси не смогут одновременно играть. Так тоже не хочу. Так тоже не хочу. И так не хочу, банально чересчур. Вот так можно, но хотелось бы... Нет, хочу, чтобы Тьяго Мотту выдвинуть чуть вперед. Неужели такой расстановки не будет? Вот она есть. Вот она есть. Конечно. Вот она есть, эта расстановочка. Теперь смотрите, что мы делаем. Тьяго Мотту сюда. Гипса вместо Асамо. Асамо меняем вообще. Заменить игрока. Поменять игрока. И в клубе ищем... Матьё. Вот. Ставим сюда Матьё. Хоть и связочка так себе. А мы их сейчас местами. И вот теперь будет... Почему? Он же француз. С французским клубом нет. Но ладно. И то, что в ПСЖ играет... Тьяго Мотта не помогает нам никак. Ну ладно. Теперь. Теперь, теперь, теперь. Где защитники-то? Где защитники? Кого я тут убрал-то? Аши. Попадополос. Фуфуфуфуфу. Ладно, давайте вот это вот Тадея. Тадера поменяем на... Чтобы у нас ни в коем случае не потерялся. Вот. А само... Джавинка. Так. Ну здесь ребята все более-менее нормально бегают. Поэтому Джавинка на замене. Пирла. Дероси. Тьяго Мотта под ними. И Тотти. А что если мы Тотти поменяем? Что если Тотти мы... Уберем. Поставим ту Аджавинку. А на Джавинку сейчас какой-нибудь предмет используем. У нас тут этих предметов куча теперь. Стиль сыгранности. Вот физическая форма. Да ладно. Да не буду я это делать. Не хочу. А вот по поводу тренировок. У нас в командах не добавилось тренировок. Обучение игрока. Только... Надо разбираться. Не хочу я это во время записи делать. Поле. Поле, ты как себя чувствуешь? Тоже нормально все. Вообще так сборная-то у нас подбирается. Вообще нормальная. Не очень дорогая. Но прикольная. Потом еще попозже я начну просматривать футболистов просто из итальянского чемпионата. Чтобы они тут посыграннее были. Не с итальянским паспортом, а из серии А. Чтобы у нас такая прям хорошая собралась командежка. Ладно. Все. Че? Два классных центральных защитника. Матье, основа, Барселоны. Почему бы и нет? Миньоле, Тиага Мото. Нормальный состав у нас, ребята. Честно могу сказать. И мы можем с этим составом чего-нибудь добиться. Продолжаем. Продолжаем. Онлайн сезоны. Что нам там осталось-то? Четыре очка мы набрали. И теперь у нас... Следующая игра. Нам 12 для выхода. Нужно. Поехали. Все. Составчик готов. Чуть еще обновился. Это круто. Это круто. Скоро буду собирать еще состав. Дополнительный. Чтобы, если что, тем, тем, тем играть. Ну, как, в общем-то, многие это делают. Давай. Давай. Эй. Находи нам уже. Побыстрее. Соперника. Ох ты. Сборная Дойч Ландау нам попадается. И форма Манчестер Сити. А там еще была форма сборной Бельгии. Ну, мы, в общем, все сделали. Давайте посмотрим. Сыгранность 80. Рейтинг 80. Состав Тотти тоже у него есть. В остальном-то что-то как-то по именам все не выглядит. Игуаин только. Да, вот Игуаин хорошо. Ну, и все, ребята. Это, конечно, как бы есть известные футболисты. Но, а не сказать, что кто-то из них супер-пупер-звезда. Опять-таки же, посмотрим, как он ими пользуется. Сейчас окончательно состав зачитаем. Внизу побежит. Ну, а мы будем играть. Матье, конечно, новичок Барселоны. И этот чувак, который там и на краю может играть, и в центре обороны. Но Ханда, нович вот у него в воротах стоит. Но Майкона я сразу заметил, просто почему-то не назвал. Дастин, Раду, Матю Ди, тоже Минес. Вот Минес, да, Минес. Из Милана Тотти, Игуаин и Барбо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, я загляделся. Я загляделся. Все нормально. Обошлось. Обошлось и Мобили. Передача на Тотти. Франческо. Сейчас вот надо было не сюда опоздавать, а вперед. Ну, ладно. Эль Шарави. Есть скорость? Нет скорости у Эль Шарави. Сиду Кейта, а? Вот ты просто, наверное, достал симплемы сборной Германии, поэтому ей пользуются. Потому что так-то сочетание вообще тут, по-моему, ни одного нет немецкого футболиста. Можешь ты бежать у Шарави? Можешь. А прострельчик? Ах, чуть не прошел. А здесь удар. Ай-яй-яй-яй. В подгате как сыграл хорошо. С защитник вот этого вот Манчестер-Сити-сборной Германии. А как называется клуб? Кса? Кса. Кса. Аббревиатура такая. Ух ты, классный какой перевод. Ну, здесь побороться придется за мяч. Не удалось. А, это его Тотти. Я смотрю, думаю, как Тотти у него что-то в защите бегает, что ли? Нет, гипс. Да ладно, ребят. Очень долго мы решение принимаем. Иммобили. Иммобили. Где твоя скорость, родной мой? Гипс. Да что ж такое-то, а? Ладно, разберемся. А вот это уже, а вот это уже сложно. Ну и здесь он не должен, да не должен он был пройти. Ну, молодец Минюле. Спасает, спасает нашу команду. Играя надежно. Тут заброс, но заброс пока ни о чем. Да ладно, это примитый мяч. Игуаин. Игуаин какую передачу отдал Тотти. Ну, это не наш Тотти, но он бьет. Ворот, он не попадает. Играя надежно. Касовался. Футболист. С косичкой. И так. И так. На поле что-то творит. Да ладно. Да долго. Да очень долго. Ну, Тотти, давай. Покажи тому Тотти, что ты лучше Тотти. Не хочет наш Тотти ничего показывать. Вообще, если честно, пока он меня только разочарован. А вот и Мобили. А вот и Мобили. Рикошет, по-моему, был. Да, был рикошет угловой. Для Росси у мяча. Подачка. И пробить. Нет. А вот здесь пробьем точно. Удар. И я думал, мяч у ворота летит. А он попал в дальнюю штангу. Геймпад завибрировал. Раду. Раду. Раду это Радулов вообще. Хоккеист московского ЦСКА и сборной России. Если кто-то не знает. И только футболом увлекается. То Радулов это очень крутой чувак. И вот его им называют Раду. Тотти. Тотти. Ой, как неплохо. Неплохо. Франческо Тотти. Да куда ж такая. Непрошенная кудача. Хороший был момент сейчас. И забрать. И забрать. И забрать. И отдать. И отдать на иммобиле. И иммобиле. И пробить. Ой, это пенальтик. Справной. Хоть что-нибудь дай. Что ж тут за судьи сегодня такие. Нехорошие. Вот здесь затянул. Вот здесь затянул. Там открывался мой игрок. Нормально. Первый мяч. Только не в центр. Только не в центр. Такие передачи нужно делать. Да ладно. Да выпьем почему так долго? Почему ж так долго-то, а, ребята? Матьё. Аурьер. Эль-Шарави. Кого вообще не видно в этой встрече. Нарушение правил. Нункай, ну он замучил, конечно, своими подкатами. Давай, Жёлтый. Вот, судья. Да ладно, ты же потянулся за Жёлтый. Блин, судья какие-то поблажки делают моим соперникам. Да. Кому давать? Куда давать? Приходится просто бить в направление. Да и всё. Направление? Какое направление? Да что ж такое он так подкатов-то играет? Да это же опасно. Он выходит. Я не знаю, ребят, что он делает. У меня все уже поустали. Ну ладно, дотянем до начала второго тайма. Специально. Вот специально скотина нажала эту паузу. Тих-тих-тих-тих-тих. Ну что он кучит? Как вот так? Спокойно. Не было нарушения. Там удар какой-то, гипс. Чуть не потерял позицию. Точнее, не чуть он её потерял. Билет. Носит мяч. Если бы здесь прошло бы. Он замучил. Он правда замучил своим подкатом. Давай уже Жёлтый. Конечно. Пора уже наказывать. Только в подкатах играет. Стефан радует. Я только что предупреждали. Что так не надо делать. Продолжаешь. Опять подкат. Просто везёт. Не нравятся мне такие игроки, которые одним и тем же действуют всё время. Ладно. Сейчас. Во втором тайме всё будет чуть получше. Сейчас сделаем несколько заменок. Кто-таки вообще никакой. Вообще. Кем есть заменить? Заменить есть. Кем? Ну, уставшим Джовинка. Дель Морала. Дель Морала выпускаем. Центр нападения. А потом выпустим Джовинка на край. Или Тауина. Давайте сразу выпустим Джовинка. На место Эль Шарави. Вот так вот. Сейчас посмотрим, как они тут задвигаются. Просто без Джовинки. Тяжело. Дероси травму получил. Нормально. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Да ёпаса ты. Я ж говорю, как они затрахали вот этим нас постоянно одним и тем же движением своим, блядь. Туаин, естественно, блин, отдохнул после перерыва. И мои растыканные. Давай выключаю уже. Сейчас будет 750 раз повторчик свой смотреть. Как он пяточки все прокидывал. Тут еще повезло, блин. Задрот нам попался 100%. Сука, и не хочет же кнопку нажимать. Действует на нерву. Скотина. И пошли подкатики. Давай, хорош. Еще подкат. Все. Красную дай, пожалуйста. Просто пора уже выгонять с поля. Желтая наша команда, это одно дело. А, это кита вообще какой-то дяо, кита. Не тот кита. Набегаем, набегаем на мяч. Кто-нибудь набегает на мяч? И пошли подкатики. Опа. Не хочешь? Здесь подкатить. Как ты подкатываешь? Бля, не делает. Оп, подкат. Оп. А забивать-то кто будет? Маху-ваху. А, иглоин. Передача на киту. Ой. Опять одним и тем же финтом решил меня обыгрывать. Понятно. Ай, мы тебе подкатик сделали. Да, великолепно. Очень опасный удар сейчас был в исполнении нашего соперника. Да ладно. Ребят, ну соберитесь. Пошел, пошел. Давай. Красавец. И еще подкатик. И хорошо. Вот здесь за счет его подкатика. И передачу на джавинку. Пока у него есть силы. И подкатик. И давай пенальти. Супер. Попал же, а. Хорошо. Ну где скорость, Дельмарал? Ну где твоя скорость? Давай, давай. Будешь ложными замахами меня обыгрывать. Красиво. Это было красиво. Что сделать? Что сделать? Надо сделать замену. В центре поля, наверное. Ну ладно. Как это? Чтоп. Чтоп. Да, иногда просто меня поражает. Игра моих футболистов. Пирла. Все. У Пирлы тоже нет сил. Да ладно. Ребят, ну заберите у него мяч. Ну не может. Он так 850 раз обыгрывает. Молодцы. Аурьер, давай. Пошли все вперед. Пошли. Подкатик этот. И передачу. И пошел. И пошел. Делька. Да что же вы, да как же так? Ух, как меня бесит, когда на ускорение они мяч отпускают. Жмем паузу. Пирла, Дероси устали очень сильно. Кого из них заменить, если честно, я даже не знаю. Давайте Пирла, наверное, заменим. И выпустим туда поле. Да, поле он побежит. Более-менее и по сыгранности будет чуть получше. Морал. Вот что ж. Фух, как я не люблю с такими соперниками играть. Вы себе представить не можете. Это просто какой-то ужас, когда человек всегда делает одно и то же. А у тебя, ты еще и пропустил гол. Ну, по большей степени, конечно, случайно. И вот теперь из-за этого пропущенного гола соперник что хочет. Того делал я кое-как забил, ребят. Я сейчас самому повезло. Я не знаю, это такой удар получился. Да, у Джовинки он обводящий был. И он летел намного мимо ворот. Но здесь спасибо защитнику. Вот теперь Майко, да, ветеран, конечно, бразильского футбола. Но, в общем, поигравший в большей степени в итальянских клубах. Забивает свои ворота. Ну и теперь вот полегче должно дышаться. Главное, чтобы он одним вот этим финтом, сейчас еще полкоманды не обыграл. Надеюсь, мы ему не дадим сделать. Естественно, у меня, как всегда, начинает вибрировать телефон. Исполняем мне под руку. Джовинка выходит один на один. Должен два. Че это такое было сейчас в исполнении Джовинки? Да забивайте вы! Ты че подпрыгнул? Травмой получил или че? Ты че подпрыгнул? Ты мелкий засранец. Перед мячом там начал что-то выдумывать. Или это ультимейте мне такие зехерульки выкидываю? Давай, хорош, побежал. Я тебя че ставил? Да ладно. Блин. Вот не факт. Вот действительно не факт. Хотя точно был вроде фарт. Но я играю, то лучше это всем видно. Почему я должен от фарта зайдать? Да ладно. Да. Ультимейт Тиммит все хорошо. Пойди же тут центр. Ну что ж. Ну такие банальные-то вещи не делать. Совсем пипец. Не знаю, сколько крутит-вертит. Вы просто. Выбинь нахрен его отсюда. Не, ну я просто не выдержу два раза подряд проиграть соперника, которые хуже меня играют. Первый раз было не в ультимейт Тима, а в другом режиме. Я думаю, вы его увидите по всему канале. Я не знаю, как первоначальный удар производить со свободного или со штрафного. Никогда у меня, по-моему, нормально он не выбивался. Ни в ультимейт Тим, ни в обычных сезонах, нигде. Ты дай ему уже красную, мать его, карточку. Он задрал. Далее красная появилась. Все, да, я вижу уже сверху красная карточка. Ну, жалко, что он 90 минут. Он весь матч красился. На эту желтую, ой, на эту красную. Майкон в итоге вполне заслуженно ее получает, а я вполне заслуженно не могу выиграть. И сейчас еще... А-а-а-а, если я не переключился... 1-1. 1-1, ничья, но... такая, с горечью, скажем так. Ну вот, такая тактика тоже приносит успех. Нужно улучшаться, нужно улучшаться. Команда у меня довольно-таки средняя. Получается, игроки быстро устают, игроки никак вообще себя стабильно не проявляют. Ладно, на этом будем заканчивать. 5 очков. У нас еще 7 игр, поэтому мы идем в нормальном режиме. Вот полосочка по пунктирам показывает, что на выход из дивизиона мы пока попадаем. Одна победа, две ничьи. Все нормально. Денег там добавили. Теперь у нас почти 2000 монет. И мы в любом случае что-нибудь себе найдем. Я так думаю. Все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк под этим видео. И до скорых встреч. Всем пока. Пока.